Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы продолжаем наш топик. Прежде чем мы начнем, хочу порекомендовать вам изумительный сайт Ковтёныши. Если у вас, так же как у меня, возникают проблемы с выбором подарков, то вам сюда совершенно беспроигрышный вариант, который порадует каждого, как детей, так и взрослых. Что же это и в чем изюминка? Это свитшоты, пледы, футболки, костюмы, дождевики для детей, женщин и мужчин, которые превращаются в милую игрушку. Советую прямо сейчас взять этот сайт на заметку, так как каждый месяц вы можете приобрести один из Ковтёнышей со скидкой 20%, а так же Ковтёныши готовят для вас приятные сюрпризы, акции, распродажи и веселые конкурсы. Берите Ковтёнышей на заметку и проблем с выбором подарка у вас не возникнет. Ссылка под видео в описании. Вот такую вот заготовку я связала. Что хочу сказать, здесь я вывязала два мотка, плюс еще один рапорт связала из третьего мотка. Я думаю, мне как раз хватит. Я все вам расскажу. Если что, придется распускать, потому что... Или докупать один моток. Ну да ладно. Давайте, значит так. То есть я, если честно, основывалась на свою пряжу, сколько у меня есть. Вот, достаточно у меня длинный топик. Это, конечно, не как в оригинале, но я так хочу. Как написала одна подписчица, мне очень понравилось для девочек поживших, в кавычках, нужны плечики пошире. Вот. Так что я девочка пожившая, поэтому мне нужно подлиннее. Значит, что я теперь буду делать? Я теперь буду вязать спинку. Спинка у меня, вот, половина боковушка. Здесь вот половина, кстати, здесь маркер у меня внизу. Ну да ладно. И здесь половина отмечена. То есть вот эту вот часть от боковушки я сейчас буду вязать в данный момент. Значит, для этого я сниму вот этот вот маркер. И отмечу 6 петельскую, после которой будут делаться эти сокращения. Так, раз, два, три, четыре, пять или пять. Так, ну там в оригинале 6, я так приблизила, посчитала. Ну там же, наверное, ну хотя не очень-то плотная расхлябанная вязка. Даже не знаю. Что-то я не могу, если оно... Давайте 6. Все-таки я сделаю, а там вы решите уже, посмотрите, как будет у меня. Вы решите вам сделать меньше или больше. То есть по рукаву у меня будет вот такая вот, как бы, окантовка. Сейчас еще по вырезу, там чуть-чуть по-другому. Там, если вы видите, сокращение больше, чем в пройме, потому что уходит немного... Сейчас я объясню. Как бы вырез немного, как бы круче такой. Ой, а что же я тут сделала? Ну, видите, что я сделала? Так, ладно, возвращаемся. Так, после маркера, после этих 6 петель, маркер я обозначила эти 6 петель, я провязываю 2 петли вместе. То есть, таким образом будет формироваться пройма. Так, здесь у нас по узору все. Смотрю, девчонки, первую часть вчера выложила в YouTube. Ждали вы? Так что я рада, я рада, что я вам угодила. Поэтому вяжите. Присылайте мне в Instagram, что бы вы еще хотели интересного такого. Может, кто видел какие-то интересные модельки, которые не видела я, присылайте мне. Не обещаю, что все сделаю. Не все, конечно, делаю, что мне присылают, потому что некоторые вещи я считаю неинтересны. Некоторые я не могу сделать, поэтому что могу и что, по моему мнению, будет интересным, я делаю. Плюс еще, что нас сама нахожу. Этот топик я нашла. Значит, что мы делаем в вырез горловины? У нас, вот посмотрите на оригинал, у нас здесь, если закрывать в каждом ряду, то у нас равномерно будет продвигаться вот эта вот линия накида. но там у нас чуть уходит сюда, и потом вот эта планочка остается. Значит, что это значит? Это значит, что нам нужно сокращать и в лицевом, и в изнаночном ряду. Здесь у нас для планки 4 петли где-то. Раз, два, три. Ну да. Вот так вот сделаем. Значит, 5 петель, не навязывая до маркера, мы провязываем вместе. А здесь 3 петли для кромки. И последнюю петлю я провязываю лицевой. Буду здесь провязывать лицевой, чтобы был красивый край. Значит, сейчас я обозначу эти 3 петли. Раз, два, три. Вот. И вяжу изнаночный ряд, и после маркера еще раз провязываю 2. Вместе. То есть, и в лицевом, и в изнаночном ряду я делаю сокращение. До какого момента, сейчас я вам скажу. Так, чтобы вот так вот у нас получилось, то мы сейчас должны находиться на конце рапорта, чтобы вот именно так, как в оригинале получилось, вырез делается так, рассчитывается, чтобы он начался в конце рапорта. Вот здесь вот я нахожусь. По сути, я здесь должна была делать уже следующие дырочки. Но я начала делать вырез. То есть, подведу итог. Спинку я делаю. Делаю одновременно пройму и вырез спиночки. Делаю его глубоким. В передней детали вырез будет немного выше, чем на задней. Все-таки я, девчонки, наконец-то, за последних 5 лет планирую поехать на море, наконец-то. У меня такое бурное время было последнее. Что-то я никак не могла. И работа такая у меня была, что летом сезон я не могу никуда. Сейчас я с этой работы ухожу. Поэтому, наконец-то, я поеду на море. И эту маечку я вам сфотографирую на себе на море. Вот сейчас видео будет. И манекены уже свои я отвезла. Не могу ее сфотографировать. Как-то я вам ее пару фоток сделаю. Но обещаю, что на море я ее сфотографирую на себе под загар. И в Инстаграме обязательно будут фотки. Так что подписывайтесь, девчонки. Так, значит, в конце ряда то же самое, кромочная и лицевой. Далее, следующий ряд. В каждом ряду мы упроем и в каждом лицевом ряду после маркера, после 6 петель делаем 2 петли вместе. Здесь, вот видите, здесь уже будет последний накид, потому что там уже будут сокращения. И узор, эту планку оставьте платочной вязкой. Узор туда не заводите до конца. Так, здесь у нас перед маркером у выреза горловины мы делаем сокращение. Почему здесь 3 петель? Почему здесь 3 петель? Сейчас я вам потом поймете, почему здесь 6 и почему здесь 3. А все сейчас у меня на экране эта маечка. Смотрю там, чтобы максимально как бы приблизиться к оригиналу. Так, у горловины мы делаем еще одно сокращение в изнаночном ряду. Так мы делаем, пока мы не приблизимся к этим дырочкам. Ну, в общем, я продолжаю. У проймы я делаю только в лицевом ряду. У горловины я делаю и в лицевом, и в изнаночном ряду эти сокращения. Далее покажу. Ну, до того момента, пока мы не приблизимся к дырочкам. Так, вот смотрите, пройма у нас уходит в сторону. Вот, и горловина. Видите, выглядит совсем по-другому, потому что у нас здесь сокращение и с лицевой, и с изнаночной стороны, и вот здесь вот у меня до накида осталось уже 3 петли. Видите, оно потихонечку, плавно приблизилось к этой линии накида. И вот сейчас уже, когда там как бы мы уже у накида, осталось 3 петли к нему, мы останавливаем вот эти вот сокращения с изнаночной стороны. Будем делать только с лицевой. Вот видите, здесь 3. Одну мы провязываем, и так у нас будет продолжаться. Вот дальше мы будем вот так вот двигаться у этой, как бы, полосочки накида. и сокращение. На изнанке мы его уже не делаем. И вяжем мы... Сейчас покажу, сколько уже провязано. Вот таким вот образом. И я вяжу тут, как бы, соединение этих маркеров. То есть пока вот здесь вот у меня все не закроются все петли. Вот. Это совсем чуть-чуть уже получается. И все-таки бретельку я буду делать вот такую вот примерно петель на 10, чтобы бюстик закрыла, лямочки закрыла. Вот. И чтобы я себя комфортно чувствовала. Вот. А вы же сокращайте до того момента, пока вы не увидите нужную, как бы, вам ширину бретельки. Итак, смотрите, что у меня получилось. Здесь еще, наверное, я сокращу вот эти вот две петли, чтобы 10 все-таки было. Но, что хочу сказать, девчонки, если у вас большой размер, возможно, вы меряете, меряете пройму, вам придется вот остановиться где-то здесь, да, с сокращениями, чтобы, как бы, плечико не уходило к горловине ближе. Вот. Я сейчас измерю вот это вот. Как бы уклон, ну, вырез на пройму, это у меня где-то 6 сантиметров, да, если мерить вот. Вот так вот. 6 сантиметров. Вот смотрите, приблизительно, это должно быть 5-7 сантиметров, 8 максимально. То есть, да, вы поняли? То есть, вот эту вот часть, вот от начала вязания, вы измеряете, проводите линию вниз и измеряете, сколько сантиметров. Вот не больше 8 сантиметров для большого размера. Если маленький размерчик на девочек, по 5 сантиметров, вот у меня это 6 сантиметров, и я считаю, что этого хватит, да, у меня как раз все сходится. А вы же смотрите, вот будете вязать, смотрите, если у вас эти, как бы, цифры наступать раньше, вот, а здесь уже, а здесь по центру еще есть петли, то прекращайте сокращение со стороны проймы и продолжайте только у, как бы, у горловины сокращение. Я сейчас вот еще провяжу 3 вместе. У меня здесь 6 петель. 2, 3, 4, 5, 6. Вот здесь провяжу 3 вместе. Это сокращение здесь и здесь получается. 7, 8, 9, 10. То есть, 10 петель у меня на бретельку и я вяжу до высоты нужной мне. Вот если пройма, вернее, ну да, глубина проймы где-то 18 сантиметров, считаем. Так, точка отсюда. 18 сантиметров. Здесь у меня обязательно учитываем то, что платочная вязка растянется вниз. Вот, еще 6 сантиметров я провяжу. Вот, я подтянула, поставила 18 сантиметров на точку начала проймы, подтянула как бы визуально. Я вижу, что вот примерно так растянется. Если растянется больше, то тогда мы можем, кстати, потом я это все еще оговорю, как мы можем это все подправить. Ну, в общем, 6 сантиметров я еще вяжу и закрываю плечик. Так, вот я провязала. Смотрите, опять же, учитываем то, что, кстати, даже здесь она даже сама растянулась, эта платочная вязка. Вот, видите, 6 сантиметров уже растянутом. Учитывайте это обязательно. И я сейчас, так, этот ряд я еще провяжу. Видите, как лицевая петля красиво смотрится на кромочке. Обрабатывать и обвязывать нам уже не нужно никаким образом. Сейчас я, вы можете оставить, если есть булавки на булавке, вот эти вот спицы. Я закрою, потом распущу, потому что потом я крючком как бы сошью эти петельки в конце. Но так как это первая, то я ее закрою и оставлю. Так, отлично. То есть, есть у нас одна половинка спинки. Вот она. Вот она подтянется, не боимся. Вот таким вот образом она выглядит. Так, что я делаю? Я буду вязать переднюю деталь. Вот эту вот, вторую часть спинки вы вяжете точно так же. Вот эти петли этой спинки. Я их пока пересниму и свяжу вечером, потому что я спешу быстрее снять это видео. И пока есть дневной свет, я буду снимать переднюю деталь, побегу работать, потом досниму. Я могу не успеть в световой день это все, поэтому я делаю вот таким вот манипуляциям. То есть, вторую половинку спинки я оставлю. Передняя деталь у нас вяжется точно так же, все у нас вяжется точно по такому же принципу, как здесь. То есть, одну вы часть связали и уже знаете, что вам делать дальше. Что-то мне кажется, что там нужно довязать еще пару сантиметров. Ну, посмотрим по как бы по общему итогу. Значит, сейчас я буду вязать переднюю деталь. Для нее мы что делаем? Мы немного в чем изменим мы сделаем знаете, что я сделала не так на передней детали? Я не убрала вот эту центральную петлю. Я про нее забыла. Поэтому здесь вот, девчонки, вот дверь здесь. Где-то она там у меня потерялась, поэтому я ее забыла. Вот первые петли надо провязать вместе. Вот это одна-то петля, которая здесь у меня внизу была обозначена, я про нее забыла. Если бы она была здесь обозначена, я бы не забыла. То есть здесь мы провязываем две петли вместе, то есть сокращаем ту одну петлю, которая у нас была по бокам. так, так, три, четыре, пять, шесть, отделяю в начале, после маркера две петли вместе, далее вяжу по узору, еще один раппорт вверх, то есть вырез горловины будет немного меньше, чем на спинке. то есть вот таким вот образом я провяжу переднюю деталь, при этом сокращая в пройме еще один раппорт вверх. Так, в конце смотрим, тоже отделяем шесть петель, раз, два, три, вот, кстати, здесь вот она, вот эта петля, сейчас мы ее сократим, вот которую я забыла про по бокам, вот она, сейчас мы ее и уберем, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, и здесь две вместе, то есть, видите, то, что я забыла, ту одну петлю, мы их как раз сейчас и уберем, раз, два, три, четыре, пять, и вот две вместе, то есть, это та одна боковая петля, у кого нет, просто разделяют, так, ну и теперь я продолжаю вязание, еще один рапорт вверх, до конца рапорта, при этом, в каждом лицевом, в начале и в конце, я делаю вот это вот сокращение для проймы, две петли, здесь, перед маркером, и после маркера, и потом разделю уже на переднюю и заднюю деталь, вот провязала я в высоту один рапорт, да, вот видно, что сейчас у меня пришло время делать уже следующие дырки, и я здесь разделяю, и буду делать точно так же отдельно, как я делала на спинке, то есть, здесь, со стороны полочки выреза, я отделяю три петли, и буду сокращать и в лицемом, и в изнаночном ряду, пока у меня не останется три петли вот с дырочкой, три здесь, все точно так же, как и первая деталь, единственное, что здесь, мы считаем, сколько у меня сокращений, вот здесь вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, потом вот эти три вместе, то есть, здесь у нас должно быть не больше шестнадцати сокращения, так как вырез мы будем делать позже, поэтому может быть перекос, следите за тем, чтобы было не больше сокращений по пройме, если вы уже связали, у вас уже шестнадцать, ну, то есть, столько, сколько на спинке, все останавливаемся, и вяжем ровно, и доделываем только с этой стороны до соединения. Вот, девчонки, то, что я говорила, вот видите, я довязала до того момента, когда у меня здесь шестнадцать убавлений, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, семь, двенадцать, тринадцать, шестнадцать, вот, а здесь вот только-только-только я приблизилась, как бы, к убавлениям через ряд, вот поэтому, здесь я вяжу ровно, а здесь продолжаю убавление, и оно будет у меня убавляться в эту сторону. Так, еще раз проверка, здесь у нас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четыре, пять, шестнадцать, ой, семнадцать у меня здесь, так, я как-то плохо первый раз посчитала, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать и вот потом три вместе идет значит я еще один раз делаю сокращение 17 раз и все и далее продолжаю эту сторону вязать вот на а здесь продолжаю делать сокращение и я так предполагаю что на передней детали у меня вот этой планочки ну как бы шлейки одинарной практически не будет но хотя склоняюсь к мысли что мне нужно будет довязать здесь пару сантиметров что визуально мне кажется что мало бог его знаю не знаю да в принципе и немало в общем оставлю так а потом если что распущу довезу там пару сантиметров хотя я думаю все таки же это платочная когда она потянет хотя вы знаете вот смотрю вяжу эту планочку как хорошо получается да здесь получается что есть даже у нас место на грудь вот эта планка она плотнее как бы больше прилегает чем вот это полотно потому что она идет наискость и получается за счет этого она плотнее чем основное полотно то есть грудь у нас сюда прекрасно входит платочная вязка очень податливая и в ширину и высоту поэтому грудь любая любого размера войдет без никаких вытачек и без ничего вот здесь вот очень важный момент этой модели а и при том что вот обвязка вот это цель навязана она прекрасно все удержит здесь у нас плотно а здесь податливо то есть на грудь здесь тоже самое смотрите вот ничего не тянется плотно а здесь уже пошло как бы то есть абсолютно такая эластичная кто эластичный такой участок да вот внутри между вот этими обвязками цель навязаны так что очень даже как бы не произвольно но получается вообще в идеальном варианте про вот правда не надо никаких обтачек вы не надо никаких вытачек выемок платочная вязка и самая платочная вязка самая благоприятная податливая для как бы кори самокорректировки по фигуре вот выразилась как-то думаю как же выразить свою мысль все я продолжаю потом покажу то есть здесь я заканчиваю еще раз делаем довязываю наверху и точно также дублирую вторую часть и дублирую вторую часть вот эту вот задние потому что уже сейчас скоро будет темно уже я поработала уже и повязала все сделала все девчоночки завтра утром покажу вам как сшить плечики и покажу как это выглядит довязала все 4 как бы одну даже соединила как я говорила вечером сейчас быстренько доснимаю пока не светит солнышко значит моей как бы замечание по поводу этого изначально я думала что вот это будет спинка глубже вырезом еще же это не обработано я так предполагаю что будет все натянута да но а там где меньше вырез то это передняя деталь но вы знаете я пожалела что я вот такой маленький вырез делала я боему сделал тут точно такой же как на спинке все-таки это девчонки лета и летом хочется максимально открыться вот так выглядит этот вырез он не маленький он достаточно такой глубокий но для лета все таки я думаю что вот такой вот и бюстик спрячется и грудь спрячется и откроется то что может открыться ну лет а вы уже судите сами это я вам говорю свои как бы свои наблюдения значит что еще я сделала я позатягивала все ниточки на изнаночную сторону где-то у меня еще одна вот она осталась я вам покажу как я это сделала то есть везде где у меня на вырезы здесь внизу везде я по на изнаночной стороне эти ниточки вот крючочком бугорки где у нас платочная вязка в бугорочке в них я попродевала это все дело вот и попродевала вот эти вот эти кстати тоже нужно продеть которые у нас отсоединение как бы клубку пряжа в работе очень приятная так на ощупь приятная не знаю у нас пока конечно 12 градусов джемперы сижу не знаю как будет она лето если допустим у градусов 30 но мы через неделю я проверю на 30 градусов если они будут в украине когда я туда приеду так что я вот это видео у нас будет потом я постараюсь сделать еще думай которую вы просили вверх показать подробнее как сделать вверх до отъезда и потом я еду к мамуле вот еще там у меня куча дел своих вот и буду в украине то есть что это значит это значит что я пропаду буквально на три-четыре дня которые я буду в дороге вот потом работу свою я восстанавливая не буду делать так как в прошлом году я сделала что я просто месяц ничего не делаю видео на ютюбе вот я в этом году просто буду работать и с украины все так значит что опять болтаю меня там обвинили что много болтаю у меня есть потребность с вами поговорить у меня нет влога у меня нет прямых эфиров а потребность есть наверно скоро начну с прямыми эфирами что я делаю у меня здесь закрыты петли на как бы на этих детальках я их распускаю и одеваю на спицу нет отсюда сюда и из-за этой потребности я скорее всего склоняюсь хотя бы раз в неделю прямым эфиром во-первых с вами можно будет обсудить обсудить дальнейший план действий как бы на канале да что интересно что нравится что хотите и соответственно пообщаться как как вам такая идея девчонки так отделая смотрите плечика оба спинку вот видите я уже автоматически говорю на вот эту деталь которая выше спинка в общем я еще не знаю как я буду носить так или так ну в любом случае не это нравится пусть уж будет так как я сделала выглядя на мою модель увидеть я люблю вырезы глубокие так и лицевыми сторонами видите я вывернула сложила лицевой стороной вовнутрь и при помощи крючка я это плечико сошью вот по сути все что в этой модели удобно она получается цель навязана у нас никаких швов не по бокам не обвязок никаких по сути очень простая я же говорила еще в первом видео что модель очень простая за счет того что она цель навязанная без обвязок все цель навязано что очень удобно я не люблю допустим вы знаете когда я вяжу жилет мне потом приходится обвязывать и горловину и проймы и вот этот процесс меня так как напрягает знаете и и удовольствие вот я получаю удовольствие когда я вижу большую большой кусок да там спинку переднюю деталь рукав а если вот так вот в целиком так вообще классно ну когда начинается вот эти вот обвязки обмотки сшивание вот это вот эта часть меня вообще не радует и я так мучительно всегда ее переживают так значит вот закрыла здесь сделаю узелок то есть я закрыла петли и сшил одновременно теперь продену вот эти вот крючочком ниточки и все в принципе что ли стоит что я сделаю сейчас как я и говорила я сейчас хочу постирать и повесить на плечики и дать высохнуть сейчас я вам измерю и даже запишу с вами чтобы потом уже посмотрите насколько изменилась в размерах это майка чтобы вы могли на это ориентироваться запишем размеры и потом я это все сделаю и дам свободно в свободном как бы полете на плечиках высохнуть этой маечке хочу чтобы обвисла платочная вязка так итак ширина ширина мне интересно как она сейчас сузилась ли не сузилась ли сейчас посмотрим но ну да ну видите платочная вязка она тянется в стороны почему я хочу чтобы значит ширина 45 с половиной сантиметров 45 и 51 сантиметр по сути потерялся но это 93 у меня было изначально осталось 91 сантиметра но это нормально это даже кстати если мерить вот здесь вот внизу тут даже больше будет тут у меня 47 даже вот видите какая платочная да ладно это нормальное явление значит длина у меня вот так спокойном состоянии 57 сантиметров длина 57 сантиметров сейчас я постираю повешу прям на плечики лисящем виде и высушу потом мы с вами встретимся так ну что девчонки продолжение эксперимента что хочу сказать что хочу сказать бог хочу вам показать у меня там одна мадам написала объясните мне пожалуйста почему у вас по бокам нет дырочек вот посмотрите пожалуйста где у меня по бокам нет дырочек почему у вас там странный треугольник и нет раппорта 10 петель мадам очевидно не смотрела мое видео и не видела что я считала расчет петель на как бы нам на мой размер по моей плотности у меня было три лишние петли это значит 6 петель здесь бы должно по идее быть вот такой вот еще как бы раппортик мак малюсенький который я это все озвучила это все говорила пяти который я делать не стала вот поэтому у меня нет здесь как бы раппорта 10 петель почему треугольник странный я не знаю почему он странный для меня он не страны если для вас страны уж простите значит вот что у меня получилось выровнялась горловинка красиво смотрите потянулась на плечиках сохло не бойтесь не надо и не бойтесь спешить на плечики если она и потянется вниз вот так вот любом случае она примет на вас форму вашу как бы ваш размер так что ничего не бойтесь что у меня здесь чуть-чуть как бы сузилось 44 до 44 сантиметра а было 45 с половиной то есть его на полтора сантиметра разница здесь здесь 44 здесь я намеренно специально сделала пошире то есть это я будете вытянула здесь вот эти вот как бы углы это я так и при вязании я их вытягивала потому что помним да у меня бедра 100 то есть они шире чем моя грудь а так как майка у меня длинная поэтому я в ширину маленько растянула чтобы она свободно было везде девчонки фотографировать на себе не буду потому что я сейчас вы ужасно в ужасном состоянии и нет ни времени ни сил поэтому что есть то есть вот от длину а в длину девчонки у меня вытянулась на 10 сантиметров можете они правильно измерила точно на 10 здесь у меня написано длина 57 сантиметров а то что я вижу на сантиметре это 67 ровно 67 значит длину все таки он вытянулся то что я хотела чтобы это платочная вязка у меня потянулась вот вот так вот он выглядит вырез уж как хотите либо делайте глубокий но видите вытянулась здесь поэтому и и так как я хотела как бы изначально здесь не такой глубокий по переду а глубже по спинке а ну и так нормально и наоборот нормально и если сделать оба глубоких тоже будет красиво я думаю в общем девчонки через дней 10 12 я думаю я его на себе сфотографирую уже на море это я так хочу в общем следите за инстаграмом там я уже на себе сфотографирую сто процентов его уже расхлебаю со всеми своими переездами ну все девчонки я довольна что я это все успела вот довольна что вы довольны вот ну в общем я побежала работать а вы бежать все на сегодня все с вами была бика школа рукоделия всем пока пока